Мы ограничены внутренним рынком. Многие внешние контракты, ну, давно уже остановлены. Мы понимаем, что в ближайшее время то, что остановлено, не восстановится. И поэтому нужно работать с азиатским рынком, искучиться, переориентироваться на восток. Это не очень просто. Свой менталитет, у них свои задачи там. Но выделяются, и даже финансовая поддержка бывает для IT-компаний по продвижению. В частности, сейчас сам веду переговор с Индонезией. Очень интересно. Там есть действительно государство, где цифра пока на таком начальном уровне. Мне просто люди говорят, у нас как в 90-е. У нас нет BPM-систем, CRM-систем. У нас все нужно. Поэтому вполне себе нормальный вектор. Я думаю, что мы переориентироваемся. Из страны в Азии цифровизация еще пока на начальном таком уровне, куда можно продвижаться. А есть туда, куда мы не зайдем. Например, заказной разработкой в Китае. Делать особо нечего, они сами там все могут. Но если какое-то будет решение, кто знает, может быть, мы сможем туда попасть. Хотя там же закрытая, конечно, страна. То есть нужно очень сильно смотреть продукты от того, что ты продаешь. Я еще бы отметил, что среди IT-компаний, где-то процентов 60, это заказная разработка. То есть какие-то задачи есть, мы реализуем или поддержка каких-то систем. То есть нет продуктов. Настолкает к тому, что вы делаете продукт, мы вас акселерируем, мы дадим грант, будете внедрять какое-то свое решение. Ну, знаете, ну, ребята, решение сделать это для средней компании небольшой, это год работы, это вложение своих денег, еще непонятно, продукт мы строим или нет. Ну, захотим мы с вами сделать аналог ЗУ. Не так-то это все просто. Сейчас аналоги, конечно, есть российские, хорошие. Ну, поэтому надо не забывать о том, что есть заказная разработка. Ну, и, в общем, тут нужен такой анализ региона, куда мы хотим заходить. Азия очень неоднородная. То есть для каких-то азиатских стран мы можем быть дешевым субподрядом, а для каких-то опытным игроком, который еще и что-то привнесет и разобьет. Да, безусловно. Ну, насчет дешевого субподряда, там, скорее, индийцы все занимают, вот эту нишу. И вряд ли туда имеет смысл идти дешевым субподрядом. Нужно выработать стратегию, как ты будешь номер один, почему ты будешь молодец и тебе платить дорого. У нас, например, есть проекты логистические с крупной красной компанией и одной перевозчиком в России. Вот и можно эти проекты показать. Значит, скорее всего, вам доверят какие-то другие подобные проекты. Может быть, вы будете, да, пусть дороже, но более надежно, чтобы меньше вероятности каких-то провалов, что вы этот проект исполните. Здесь уже нужно придумывать. Ну, а если продукт, конечно, тут проще. Проводишь маркетинговые исследования на рынке и видишь, кто там пользуется в этой стране. Там, в Камбодже, например, какие мессенджеры популярны, какие видео для конференц-колов, сервисы есть. Выделяешь, чем ты лучше, и туда заходишь. Там нужен представитель, продаешь и так далее. Ну, я здесь, в далеких этих контрактах, не распылялся на мелкие сделки. Наверное, в общем-то, все так делают. То есть, нужно какой-то крупный заказчик, и лучше время потратить, но с кем-то договориться сразу. Малому бизнесу всегда тяжелее вот эти вопросы решать. Я бы сказал, что сообщество – это тренд, действительно, для IP. Раз у нас есть такая поддержка и возможности, и в целом, фаворит, цифра, значит, ну, надо объединяться, чтобы сообщать какие-то решать вопросы, куда-то заходить вместе. Я недавно был в составе рабочей группы у полномоченного по защите прав предпринимателей Москвы, Минию и Татьяна. Собственно, вот там обсуждали мы, что нужно доработать механизмы юридические, чтобы эти компании, малые, могли объединяться в консорциумы и участвовать в каких-то крупных конкурсах. Потому что сейчас как устроено? Происходит крупный конкурс, его выигрывает крупное агентство, опять же таки, IT, в которых в портфолио 100 этих проектов было выполнено. Ну, все вроде бы хорошо, а это агентство на суд подряд передает кучу региональных компаний, разные участки этого проекта. Или там все даже передает. И, собственно, делается это, опять-таки, у нас в Барнауле, только с ценником в 5 раз ниже. Понятно, что они несут риски, могут вообще не сделать в Барнауле ничего, но все-таки риски они не такие огромные, они такие, чтобы закладывать большие суммы, такие огромные. И плохо бы, чтобы какие-то компании мало имели доступ. Основные заказчики, они в Москве находятся, они просто территориальность в главной офисе компании. И с ними надо переговоры вести. То есть вот основные проекты, клиенты у многих IT-компаний находятся здесь, в Центральной России, в Китере, в Москве. И какие-то проблемы возникают, тут же пишите в чат, и люди ответят, есть помощь юристам, можно просить помощь бухгалтера. А, кстати, вот эти все специалисты, юристы, бухгалтера, они тоже должны знать IT-четую специфику. Какие у нас льготы, как это все оформляется, делается. Это целая ниша тоже развития бизнеса, консалтинга, IT-компаний. IT-компании, они также развиваются по-своему немного. Если ты можешь попытаться там влевить системы инструментов автоматизации на предприятии, на заводе, это один разговор. А IT-шники – это люди достаточно свободные, привыкшие жить по графику, по свободному. Они могут много работать, в гораздо больше, чем просто, ну, там, 10 часов, не знаю, в день, ночью работать. Но как им удобно. Они не очень-то хотят вовлекаться в какую-то идеологию, которая свыше, там, пытается проникнуть в их умы. То есть формируется, безусловно, корпоративная культура внутри каждой компании. Она разная. В каких-то, там, более как-то все официально. В каких-то семейный тип. У кого-то, не знаю, там могут висеть футболки, просто сувениры какие-то, как бы сказать, на грани цензуры, прямо в офисе. Кто-то может позволить себе с Киева прийти на работу. Кто-то работает в офисах, возле государственных учреждений, там все, ходят себе в костюмы. То есть по-разному, но IT-шники сами предпочитают формировать свою микроклиму. У меня такое впечатление после ваших слов, что сейчас государство пытается зайти в IT, свои правила игры, так сказать, повесить. Это не испортит ли сферу? Ну, если прям навязать жестко какие-то правила игры, то точно испортит. Вопрос, что это не получится, скорее всего, сделать. И это понимает. Это понимают. Государственные структуры точно понимают. Опять же, потому что они вполне работают с ассоциациями. Ассоциации доносят голос бизнеса. То есть любое изменение, как вот если со стороны государства то есть какая-то инициатива, оно согласуется все-таки с ассоциацией. Но все-таки надо узнать, а будет ли волнение, будет ли давным-знайвладение громко скажет, но будет ли какой-то шум. И поэтому нам спускаются какие-то вопросы. И можем высказать свою реакцию. Будем делать или не будем. С другой стороны, если ассоциации чего-то хотят, то тоже спрашивают. Есть возможность спросить министра. И тоже дать обратную связь. Недавно же прошло собрание. И были вопросы даже из зала. Давайте сделаем так. И тут же министр очень быстро отвечает, что да, можно сделать, да, работаем. Но вот здесь будут какие-то последствия. Лучше этим вообще не заниматься. Там все-таки свои люди все услышали. То есть это настоящее отраслевое такое сообщество. Оно очень плотно связано с государством. Государство, ну зачем навязывать свои какие-то принципы? Надо много чего импорта замещать. Выступали люди, например, из Газпром нефти. Там больше сотни только проектов, решений разных, которые нужно импорт заместить. Показал там карту. Это было очень серьезно, конечно. И только часть там пока замещается. То есть там очень много закупок. Да, не все это там удобно, комфортно. Но можно сделать и зайти туда и работать. Для малого бизнеса, как всегда, это нелегко. Ну, средний вполне себе нормально тут чувствует. Поэтому я думаю, что не будет здесь как-то меняться диалог. И айтишники очень плохо к этому приспособлены люди.